28 мая. Доброго здоровьица! Накануне в 23.00 сделал вибрационный ряд на грибок по книге «Москвенной. Скорая помощь». Это я ему как раз эту книжечку дал, чтобы он посмотрел, как это работает. А также втирание керосина с полынью коленей локти. Перед сном циркуляторное дыхание около минут. Опять сбился в дыхание. За день очень устал. 4.50 проснулся от болевых ощущений в левой стопе. Спал до этого момента удовлетворительно. Почти не ворочался. Левая стопа не беспокоился. Язык с белым налетом прополоскал марганцовкой. 4.52 выброс белой слизи с густками и лохмотьями с нитками. В общей сложности таких выбросов в течение дня было 9 раз переполнен организм слизью. То есть это не просто слизь, это живой организм, который живет и высасывает, высасывает. Микроклизм из корицы в течение дня 2 раза в 8 часов и в 18.45. Сразу выброс сосания масла с керосином в течение дня трижды в среднем по 30 минут. 30 минут это многовато. Достаточно где-то минут СМ-8. Ингаляция. То есть важно, чтобы масло стало белым. Как молоко. Это говорит о том, что процесс окончен. Это важно понимать. А не то, что со всем и со всем. Ингаляция из полыни в течение дня дважды. Молодец. В течение дня периодически полоскание с содой, марганцовкой, травки. Это побуревая. В 8.55 чувствовал, чувствую усталость и лег. С 9 до 12 лежал, дремал, спал. Восстанавливался, упадок сил. В это время частое мочевиспускание, бегал в туалет. Приснился сон. На старой работе кафе мы открылись. После карантина остались и гости, старые знакомые. Радостно приветствуем друг друга. Все в хорошем настроении. Я тоже. Погода ясная, солнечная. Рассвет, солнце только-только встает. Вот когда ясная, солнечная погода, это в целом благоприятный сон. Если ориентироваться по таким вот параметрам. Фот кафе в строительных лесах. На земле тротуар из досок. Доски исчезли. А вчера были. То есть это говорит о том, что идет перестройка. Какая-то перестройка. То есть косвенно эти строительные леса. Они связаны с организмом. То есть перестройка в организме. Я сказал шуткой. Украли местные жители на дрова. В общем никто по этому поводу не расстроился. Все шло своим чередом, как прежде. Ощущение, что жизнь налаживается. О, вот это очень хорошо. То есть действительно идет перестройка. И жизнь начинает налаживаться. В 13.40 поставил вибрационный ряд на грибок по книге «Москвенной» уже второй раз. Затем стала подниматься температура 37.1. И держалась весь день. И пошла сильная вибрация по телу. После этого в течение часа обратил внимание, что в власти ударных суставов и межпальцев правой кисти места прыщиков стали подсыхать в точку. А на тыльной стороне кисти маленькие пигментные пятнышки на глазах становились меньше. Показалось совпадение или эти пятнышки по сути тоже грибы. Больше 10 лет назад и развелся и пил в течение 3 лет каждый день. Очень переживал. На нервной почве эти пятнышки стали увеличиться в размере как на рост папиллома. Кто-то мне посоветовал дегтярное мыло. В общем, оно меня тогда спасло. Буквально подействовало мгновенно. Вот такие воспоминания. То есть, если это грибок, он не любит деготь. Поэтому деготь это сила. И как правило, на нервную почву. Когда человек начинает нервничать, переживать. Вот так вот он впадает в апатию. Ему не нравится жить. То есть, создается определенная вокруг него атмосфера, так сказать, аура. Которая начинает притягивать или создает предпосылки для того, чтобы там начали притягиваться и развиваться разного рода паразиты. Которые именно на этом начинают, на этой энергетике паразитируются. А потом уже переходит и на тело. Будьте в курсе, к чему это ведет. 21.00 поставил вибрационный ряд на грибок в третий раз. Идет положительная динамика. Она работает. А вибрация продолжается. Температура 36,7. В 16.30 обратил внимание, что стопы обоих ног стали резко и сильно подсыхать. О, это хорошо. Кожа прямо висит с трупьями. Вечером в 23.30 на левой стопе лопнул последний валдырь, вытягнул, и стопа подсыхает. Очень хорошо. И вот как раз видите, сон такой, что дело идет к тому, что там перестройка. И это все начинает проявляться наяву. Тут у нас слизь выходит. 25-28 мая. Это у нас подсыхающая стопа. Хорошо. Действительно, динамика хорошая. 29 мая. Доброго здоровьица. 4.30. Выброс белой слизи с густками, лохмотьями. Язык с белым налетом. Правая стопа полностью сухая, вся в корках. То есть, уже начинает идти выздоровление. Левая стопа почти полностью сухая. Осталась влажность между большим и вторым пальцем. 2,3. А также на месте лопнувшего накануне валдыря. Лимфоузлы в паху в норме. О! Это очень хороший знак. О том, что лимфатическая система там поработала и пришла в норму. Очень хорошо. Температура 36,4. Нормально. Полоскание рта. Марганцовка. Сода внутрь. Тмин. Гвоздику. И в 9,12. Выброс. Сгустка белой слизи лохмотьями. То есть, мы только добрались. Или начинаем добираться. До того, а что во внутрях имеется. А во внутрях там все в грибках. Поэтому и выбрасываются сгустки белой слизи лохмотьями. Забыл вчера указать, что стула вчера не было. Первый день. Выходила только слизь. Вылез геморрой. Шишки возле ануса. Вылезать начал после микроклизм. Иногда зудят без боли. Сразу же остановился. Значит, смотрите. Микроклизмы с уриной. Да вообще микроклизмы любые. Они возбуждают жизненный принцип ветра. То есть, сухость и холод. И это как раз отражается в том месте, в каком жизненный принцип ветра наиболее выражен. А он наиболее выражен. Это в ампуле прямой кишки. То есть, там, где как раз и геморрой. Поэтому важно вовремя нормализовать, чтобы не было вот таких вот вылазенек. Далее мы поймем, как это делать. Я там все это рассказываю, показываю. Не будем забегать вперед. Не могу понять, почему реакция на корицу, сильно тужу слизь или там кто-то живет. Это, конечно, будет реакция на коризму. Если сильно тужишься, конечно, слизь нет. Кто-то там живет, ну, смотря как он живет и что делает. И еще в голове периодически возникает мысль, как бы из глубины внутренний голос говорит, что механизм уничтожения грибка запущен. И его уже не остановить. Он будет уничтожен. И не имеет принципиального значения, будут ли делаться какие-либо процедуры. Процесс запущен. Я, конечно, продолжаю все, как намечено. Но вот такие мысли. Ну, 11 часов, идет вибрация, температура 37. Значит, это, конечно, очень хорошо, вот такие вот мысли. Но они иногда бывают, знаете, как бы сказать, сбивающие человека. То есть, сама вот эта болезнетворная штука может через сознание нам выдавать вот такие сигналы. Да, все. Мол, Эдуард, все закончено, все этот грибок. Уже уходит, будешь ты там делать что-то или не будешь, все, ему уже конец. Вот и человек расслабляется, ничего не делает. А ему только и надо было. То есть, внушить, что все нормально. А тем временем он уйдет еще более вглубь, затаится и потихонечку начнет дальше размножаться. Тоже, знаете, этот феномен. Так, 29-го фотографии. Стоп. Ну, лучше, лучше подсыхает. Так. Другая фотография. Это вот левая стопа, конечно, она еще опухшая. Далее. Язык белый. Ну, язык белый это, увы, грибница, а именно молочница, она тут, вот она как раз может и через подсознание и командовать человеком. А это слизь выходит с толстого кишечника, то есть, начали зацеплять вот эту вот грибницу, которая там у нутрях живет, у нутрях. И вот она начинает выходить, выходить. Даже, видите, какая-то кровянистая такая. То есть, все это настолько врастает, прилипает, что вот выдирается, вот как бы сказать, вместе с корнями, вместе со всем. То есть, вот эта вот слизь не просто вот эта кровь там откуда-то, а как раз, как бы можно сказать, как слизь присосалась и, помимо того, что она питается и то, что попадает в полость, но может и посасывает нашу кровушку. Так, далее у нас слизь. Вот так я и сказал, прирост к слизистой посасывает нашу кровушку. 29 мая, читаем, 4.30, белая слизь с густками, лохмотьями с кровью, вылез геморрой, шишки, без боли, периодически зудит. После микроклизмы с корицей стул, одна, вторая сначала комочками, затем настойт томно-коричневого цвета. Все со слизью, корица отлично гонит вот эту всю слизь, потому что она жгучего вкуса, жгучая энергетика, которую слизь не выносит. Запах как из канализации, вот видите, что там, что там в нутрях может быть? Запах как из канализации, о каком здоровье мы можем говорить? Всего в течение дня выброс слизи с кровью был 8 раз. Запах слизи с кровью точно такой же, какой был от слизи на стопах, между пальцем. Тухлая рыба, то есть это одно и то же образование. Вошло через стопы, засело в кишках, через различные там вот эти вот тяжи прошло. И все, и захватило организм. Вот вам и грибок стоп, что на языке он показывается. В течение дня полоскание горла и рот соды с перекисью 3 раза, марганцовка 3 раза, масло с керосином 3 раза, периодический прием различных трав, зира, тмин, гвоздика и прочее. Вот смотрите, я вот знаете, когда смотрю и говорят, да вот там помазали, от грибка стоп и все там прошло. Ну, хочется сказать, фигушки, вы просто можете его туда там загнать, чтобы он спрятался за кожу. А что внутри творится, что он там делает, что он там подготавливает. И насколько надо применить и знаний, и усилий собственных, чтобы его выгнать, выгнать, это просто, не верьте вот этой простоте, только помазал грибок или еще, он скрылся, и я вылечился, и все отлично. Это большое заблуждение. Так, ванночки для стоп с корой дуба и ромашки, то есть кора дуба и ромашки. Зачем кора дуба и ромашка? Для того, чтобы они вяжут, подсушивают грибок, не выносят. Вот это вот энергетики вяжущего вкуса и подсыхания. Правая стопа норм. Коросты отходят потихоньку. На левой стопе коросты тоже отлетели. Но проблема в том, что на большом и втором пальце с внутренней стороны, а также аналогичные раны между вторыми и третьими пальцами, имеются незаживающие мокрые раны. Жидкость из ран, слизистая и воняет тухлая рыба. То есть все еще идет. Он еще там. Все это. Не так-то просто. Эти раны не затягиваются новой кожей, а постоянно мокрые. Хотя там есть вентиляция. Ну и что? Там сидит сам рябок. Он еще никуда не ушел. Он там, грубо говоря, кормится. Он там делает свои дела. Думает, выходить или не выходить. Именно эти раны создают дискомфорт и боль. Тянет и воврачивает суставы. Видите, тянет и воврачивает суставы. Это говорит о том, что пророс, пророс и в суставы. Суставы очень любят грибок. Это я еще вам второй раз поясняю и заострял. Но в целом идет положительная динамика. Днем ставил вибрационный ряд на грибок несколько раз подряд. Работает. Ну как-то работает. Вроде как работает. Ну потом я его спрашиваю, как же она там работает. 13.05. На внутренней стороне щеки справа обнаружил кровоподтек. Спекшийся кровь диаметром около 3 мм. Без боли щеку не прикусывал. Температура в течение дня в районе 37 градусов и ниже. 37 градусов и ниже это говорит о том, что вот как бы сказать инфекция и организм борется с этой инфекцией, так сказать, вот так называемая субфибрильная температура. То есть он вот пытается, так знаете, поднял температурку. Лимфоузлы в области паха при парпации боли не выдают. Отлично, отлично. То есть в лимфатическую систему он еще не влез. Грибок, значит, все вот это вот целостность есть. На что нам опереться и, как бы сказать, иммунитет еще алубинный сохранен. Ночью спал удовлетворительно, хотя в 4.30 меня разбудила немного левая стопа. Итак, смотрим фотографии, что там. Ну, получше, получше стопы у нас. Правая вообще хороша, левая, конечно, тут еще работать. Вот видите, вошел через левую стопу и все, она больше поражена. А дальше там уже правая была поражена, естественно, не так, как это. Далее, что у нас слиз выходит. Далее, у нас 29 мая он еще разок пишет. Значит, я ему отвечал про грибок, что они его рано или поздно съели бы, если бы вот, как бы сказать, вот не такая вот треча его и меня, и он бы не начал заниматься вот этими оздоровительными вещами чисткой печени. И вот он говорит, рано или поздно грибки съели бы точно, скорее рано. И это при условии. При условии. Вот теперь внимательно слушаем, что я ему, запомним, 44 года, мужчине 44 года, можно сказать, в расцвете сил, что я считал себя, в принципе, здоровым, окружающие завидовали, по больницам не ходил, в футбол любого молодого физически перебегал. И что? Сказалось бы, какой еще молодой был, а уже рак. Еще он мог бы жить и жить. Но ничего не поделаешь, ведь рак такая страшная и практически неизлечимая болезнь. Непонятно, откуда берущаяся ситуация, которая происходит вокруг нас каждый день. А вот это как раз грибок пошел, пошел, пошел. И дальше его, будем говорить, трансмутация или, как можно сказать, перерождение, это в следующую стадию, в раковую. Что он там будет кормиться там едой? Да он напрямую начнет кормиться кровью и полезет в этот, в костный мозг, который продуцирует вот эти все краснокровенные тельца, которые продуцируют вот эти вот клетки, которые, стволовые клетки, которые обновляют организм. Именно он туда полезет, где все это делается, знаете, в фабрику, где все делается. То есть, что ему там есть, какие-то там, знаете, там ткани или еще, хотя он и это там потихонечку поест. Он лезет туда, где самое-самое, знаете, вот-вот, козырное место, где кормиться самым-самым, где организм делает сам себя. И вот ему надо туда попасть для того, чтобы вот захватить это. Это при раке. Так, мы с вами беседуем. Возникает вопрос, а врачи и иже с ними, которые рассказывают нам о здоровье, дураки или величайшие лгуны? И он же отвечает, скорее всего, и то, и другое. У меня сейчас мысли возникают следующие. Два года назад я решил поправить позвоночник. Переперло. Так поправил, что зрение сильно упало. Двои, трои. Окулисты – это отдельная тема. Пришлось заниматься позвоночниками, зрением самостоятельно. Можно в этом книгу написать, вникать, разбираться, искать, читать, пробовать. Начал вести дневник. И так потихоньку, неплохо поправил спину. Восстановил зрение. Какое было? Очки минус пять. Но понял, что могу безопираться. Восстановить зрение до ста процентов. И ходить без очков. Есть методы, которые работают. Конечно, есть. Например, там Панкова. Сейчас ношу очки минус два с половиной. Улучшил в половину. Но интуитивно понимал, что для прогресса этого мало. Надо что-то еще. И как-то, само собой, стал читать ваши книги. И читать, и вникать. Понимаете? Вот. Не хочу сказать, что другие книги какие-то более слабые. В них есть свои вещи интересные, изюминки. Но больше вникайте в мои книги. Потому что я на основании лучших книг по оздоровлению сделал свои книги. Я их не просто переработал. А переработка шла с учетом собственного опыта. Я читал дел, читал дел, читал дел. И я понял, что это вот так работает. Это вот так работает. И почему это работает в некоторых случаях так. А у других вот так вот. То есть это очень важно себе объяснить. И понял, что нужно почистить свой организм. Ну, молодец. Надо не почистить свой организм, а навести в нем порядок. А для того, чтобы навести порядок, в первую очередь, действительно, надо почистить организм. И далее пойдет нормализация по разным уже системам, подсистемам и так далее. Жидкостным средам. Стал чистить, и началось прозрение в сознании от увиденного. Да, одно дело, вы знаете, вот я вам рассказываю, что там может выходить медузом, еще что-то такое, что надо там честить, нормализовать. То есть это все слова. Но когда вы начинаете делать, как Эдуард, и с вас начинает валить то, что я вам сказал, а то еще хуже. У вас начинается прозрение, что без очищения нету исцеления. Сейчас оно окончательно перевернулось, когда все на собственном шкуре. Не покидает ощущение, что меня будто кто-то за руку ведет. Это же очень хорошо, когда у человека, можно сказать, есть ангел-хранитель или еще. Вот-вот-вот вытянул, знаете, из болота. Иначе большинство людей в этом болоте и тонут. В житейском болоте и в этом социальном болоте, которое называется цивилизация. Каждый день происходят чудеса, по-другому не назовешь. Очень интересное событие происходит. Случайно ли это? Случайности не случайны, Эдуард. Что я ему пишу? Все продолжать, стопы парить 3-5 раз в день, по 10 минут, больше не надо. И обкладывать ватными дисками. Раз он от грибка работает, выполнять. Чувствуете? Вы были накануне грандиозного шухаря. Полгода-год и вас бы съели. Съели, грибок сожрал бы его. Пишет он, 29 мая продолжается. Работает впереди очень много. Ну что же, будем работать? Ведь это так интересно и нужно. Да, это жизненно необходимо. Благодарю вам, я пошел на вторую чистку по бурю. Был очень тяжело. Думал, ну все теперь, только через вот следующий. А вы говорите, надо. То есть, видите, надо настроить еще человека. Что он там одной чисткой там сделает? Что он там сделает? Тем более, когда имеется закупорка, когда еще что-то там такое. Вот, обычно чистка сразу идет. И раз она не идет, значит, имеются какие-то проблемы. Надо разобраться в этих проблемах. Надо вникнуть, устранить их и сделать. Так что я сказал, а вы говорите, надо. То есть, я говорю, надо. И что-то меня подтолкнуло. Огнинская как-то на удивительно быстро восстановился и прошла мысль. Выдержу. Да. Это уже подсознание говорит. Хорошо. Спасибо вам за это. Каждый миллиметр здоровья кровью и потом. Вот так-то. Да. Вот так-то оно и происходит. Что ему еще ответил? Желательно через недельку четвертую чистку сделать. И следующую в другом году уже. Все, мы продолжаем. Так, 30 мая. Три часа проснулся от сильного зуда в области ануса. Геморройные шишки надулись и сильно чешутся. Не зря геморрой называют. Почешу им. Выброс слизи с кровью. Закономерно с геморрой начал зудеть и воспалился. Значит, скоро будет выброс слизи. Запил щепотку полыни водой. Прополоскал горло с содой с перекисью. И этим же раствором обработал анус. Зуд вскоре прошел и успокоился. Берите себе на заметку. 8.44. Проснулся изо рта. Вторую ночь подряд. Самая пара измольно. Во время сна отходит слюна. Просыпаюсь. Рядом лужица. Утром язык с белым налетом. С интервалом 15 минут прополоскал горло с содой с перекисью. Затем сода внутрь. После тмин. Одна вторая чайной ложки с водой. 9.50. Стул 150%. Первая часть стула. Пробка темного цвета. Длиной около 5 см. Вторая часть. Правильно оформлена. Колбасообразная. Светло-коричневого цвета. Третья кашица. Светло-коричневого цвета. Со свежей желчью. Запах кислый. С запахом свежей желчи. Обнаружено много слизи. То есть мы только-только начали подбираться. То, что было с грибком на ногах ерунда. Вот. 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 Вот тот, что внутри. Вот это вот. Как бы сказать. Пострашнее. А значит обнаружено немного слизи. Стул прошел легко. Водон оттуживание. По ощущениям. А поражение прошло полностью. Ничего не осталось. Очень хорошо почувствовал облегчение. 10.55. Выброс жидкой. Желтоватой мути. Со свежей желчью. Слизь не обнаружила. 11.11. На левой стопе. Между пальцами. Где раны влажные. Слизь. Носки мокрые. Воняет тухлой рыбой. То есть. Вот. Из-за того, что я говорю. Эдуард. Давай. 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 Через каждые три часа. Или то. Или другое. Или то. Или другое. Принимай. 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 Чтобы сождался душняк. И грибок не знал. Что ему делать. Ему в организме делать нечего. Смерть. Надо вылазить. Вылазить. И он начинает лезть. Так. 13.21. В области ануса. Приятный щекочущий зуд. Как будто заживает. Голова ясна. Энергия поднимается. Зрение обострилось. Впервые смог встать на носок левой стопы. Боль терпимая. Стопу еще тянет. Но уже. 14.58. Анус втягивается обратно. И принимает свое нормальное положение. Проходит сумятицу в сознании. Голова проясняется. Энергия растет. Приятная вибрация. Настроение поднимается. Пришла мысль. Чем противнее пить травки. Тем нужнее их пить для пользы организма. Так как патология защищаясь. Начинает резко и много выбрасывать токсинов. Вы нужны хозяина организма. То есть нас. Отказаться от этой затеи. И оставить все как было. Ай да хитрец. Вот. Эдуард видите. Прекрасно уже стал понимать. 17.30. Между пальцами левой стопы. Слизь отходит меньше. Носок сухой. Воняет. Не так противно. 18.30. Появился здоровый аппетит. В 22.00. Между пальцами левой стопы. На ватных дисках немного слизи. Отходит значительно меньше. Носок сухой. Запах не такой вонючий. Стопу еще тянет. Но ступать становится комфортнее. В течение дня ни одного выброса слизи с кровью. Анос потихоньку тяется на место. В течение дня в банночке для стоп 3 раза. Полоскание с содой с перекюс 4 раза. Марганцовка 2 раза. Травки жую и внутрь. Вибрационный ряд неоднократно. Температура 36,5. Отлично. Так, смотрим дальше. За 30-е. Что тут в слизь выходит? Язык. Язык. Дальше. О, это немного слизи в утреннем стуле. Далее. Через час после стула слизи нет. А, это что такое? Через час после стула слизи нет. А, это что? Вот это как раз и грибница чисто в виде выходит. Так. Стопы, стопы у нас. Смотри, правая, ну так уже чуть ли не новенькая. А левая, вот она вся в струпьях. Но дело идет, дело идет. Значит, внутренний голос говорит Эдуарду. Восстановись чуток. И еще одну контрольную чисточку. Хорошо. Так, остановились на 31 мая. Хорошо поработали. Продолжение следует.